А теперь не менее важная информация, как не стать жертвой телефонных мошенников. В последнее время злоумышленники с помощью специальных программ подделывают номера банков. Кипермошенник может уверенно обратиться к вам по имени и отчеству, и даже назвать номер и срок действия карты. Обычно лжесотрудники банков звонят поздно ночью, рано утром и в выходные. Это то время, когда человек расслаблен и не может быстро сориентироваться. Преступник представляет за сотрудником банка и сообщает о якобы проведенной подозрительной операции, которая требует от клиента сообщить пин-код, одноразовый пароль из СМС или код на обратной стороне карты. В отделении Банка России в Дагестане рассказали, как действовать в подобной ситуации. При выявлении подозрительных транзакций банк приостановит ее на срок до двух суток. За это время клиент должен сообщить, подтвердить операцию или отменить ее. Если клиент не принимает никакого решения, то через 48 часов банк автоматически снимает блокировку и операция проводится. Для предотвращения неправомерных действий по снятию денег с банковского счета, телесообразно установить суточный лимит на сумму операции, совершаемых по банковской карте, и одновременно подключить СМС-повещение об операциях по карте. Продолжение следует... Продолжение следует...